Я вообще думаю немного Знаете, это то, что человек много думает У него появляются морщины, головная боль А это точно Явные признаки старения на лицо Лысина, например Это надо прекращать Ни к чему это Субтитры сделал DimaTorzok Да Я думаю, что люди такой одаренности, как Чайковский и Бетховен Не могли не чувствовать свое предназначение И именно этим участием мне объясняется и то, что Бетховен в самый тяжелый момент в своей жизни Когда он писал Хайлигенштадское завещание, желая покончить, свести счеты с жизнью Он все-таки не принял этого рокового решения Остался жить дальше Он знал, что его ждет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но у Шопена та же ситуация с штуберским дневником Понимаете, Шопен, да Ну Шопен был больной человек, в принципе, понимаете Он уже, представьте себе, с раннего возраста вам ставят диагноз Такой, как чахотка, собственно говоря Или туберкулез Та болезнь, которая свела его в могилу Это майорка, это постоянная кашля Можете себе представить, когда вы уезжаете с семьей на майорку, предположим То все жители вас сторонятся, отбегают от вас, как от источника заразы Он не мог выйти И постоянное нарекание, что сейчас он привезет, всех тут заразит и так далее Потому что он кашлял кровью А сколько ему было лет? 28 лет В майорке, наверное, первый раз отчетливо понял Где-то действительно уже оказался в своих ощущениях в том мире Уже в ином, что называется Он уже абстрагировался этого мира Я был на майорке Это маленькая келья, такая сырая Со сводами, с тяжелого камня Где была комната Шопена И когда семья возвратилась Увидел его сидящим за роялем Он на них посмотрел И сказал им такую фразу Я так и думал, что вы уже все умерли Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда он писал эти прелюдии Он уже где-то, видимо, физически уже подбирался К этому уровню запредельному Жизненному Так что это сочинение не просто романтическое Оно, конечно, трагическое сочинение Но потом он переломил это Вы знаете, переломить на самом деле невозможно Эта боль всегда в нем оставалась И после этого Время вот этих всех полонезов Блестящих Более, ну, каких-то вот таких Веселых танцев Оно, в общем-то, прошло Это все осталось в молодости Оно, в общем-то, прошло Субтитры создавал DimaTorzok Я просто слежу за всем, что со мной происходит Насколько удивляюсь Я примерно смотрю на все так Как носит колесо автомобиля На то, что им предстоит переехать Вот куда попал Надо же в какую-то глину заехать Ну, что, его тормозите? Или объезжаете? Я не торможу Колесо, как его повернут, так оно и идет Я чувствую, что, видимо, что-то Другая сила мной Поворачивает Само колесо Не в состоянии повернуть Даже если оно хочет Все равно потом-то не получится Получится что-то другое Что уже было предопределено Предопределено? Нет, я бы не сказала, что это так Он не судьбе подчиняется А может, это его судьба такая Но она идет Ему все равно встречу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!